Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн, это игра Тора Тыча, мы продолжаем, продолжаем кататься, воевать, громить, уничтожать и тому подобное. Очень много комментариев по тому, что построить то, построить пятое, построить десятое. Ребят, я буду строить какие-то механизмы, но со временем наберитесь терпения, обязательно будут какие-то разные механизмы, потому что даже вот просят там, допустим, сделать устройство из огнеметов. Ну, мне, допустим, не интересно, что будут одни огнеметы, да, или что-то типа такого. Не то это, вот не то лично для меня, на мой вкус, но когда-нибудь я что-нибудь такое построю обязательно. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, обязательно, когда подпишетесь на канал, нажимайте на колокольчик, тогда вам будут приходить уведомления, ну и каждый ваш лайк меня стимулирует и просто вот воодушевляет к тому, чтобы делать новое видос. Из всех предложений, кстати, мне очень понравилось то, что один человечек предложил построить устройство, как бы базу, да, Джиггернаут или как ты там его назвал, то есть базу, которая будет ездить и крафтить предметы. Это довольно-таки интересная мысль, то есть вместо того, чтобы ставить стационарную базу, мне нужно будет построить базу на колесах, которая будет, допустим, ну, когда мне нужно будет что-то скрафтить, вот появляться, я ее буду, я ей буду пользоваться и все. Но, в принципе, таким же образом можно и небольшую переносную базу делать. Единственная только проблема в ресурсах, ребят, да, то есть, ну, вот перевозить вот это количество ресурсов невыгодно, но эти ресурсы теперь можно хранить, хранить как раз-таки вот в этих вот паках, где они у нас тут показаны, по-моему, здесь, да, вот в этих паках, то есть я могу собирать большое количество блоков и крафтить из них вот эти вот паки. И это довольно-таки интересно, вот как поступить здесь я пока что не придумал, но что-нибудь обязательно у меня такое, ну, придумается. Не знаю почему, но после перезахода получается так, что я теперь не могу становиться нормально на якорь. То есть, чтобы не встать на якорь, мне нужно перейти в строительство, и только потом я смогу встать на якорь. Не знаю почему это, но мне кажется, это из-за того, что якорь стоит маленький и поворотный, и он как бы из-за высоты блоков, ну, не цепляется по-нормальному. Такое еду задание брать, какое-нибудь новое, да, ну вот распаковка, но посмотрев налево, я увидел, что здесь довольно-таки обширная такая война идет. Бум! Просто снес половину сразу. Блин, ну вот из-за этих лагов, да, вот, то есть, вот сейчас вот происходили лаги, я так сильно развернулся, что даже не смог нормально протачить тараном. Ну, конечно, мои тараны вот эти, они все-таки не для этого устройства, а более, более больших. Ну, давай, умри. Это устройство так нежно названо, было названо Fly. Fly, лети, типа. Серьезно? Вы серьезно? Господи, ладно. Не знаю, кто придумывает эти устройства. В общем, погнали дальше. И, черт возьми, на этом устройстве, благодаря, конечно, вот этим колесам большим, очень прикольно ездить. Ну, не знаю, вот, серьезно, прикольно. Клевое задание, я вам скажу, вот просто замечательное. Отлично, меня так радует, что враги теперь именно простые враги, то есть они стали появляться в довольно-таки в большом количестве и довольно-таки интересные. То есть, ну вот видите, да, то есть какой враг. Блин, прикольный же. По-моему, очень клевый, только единственное, я к нему, чтобы его вот, ну, как-то уничтожать нормально, только вот боком придется, потому что... Ну, то есть у меня вот эти пушки, они просто нормально... Нет, 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 нет. То есть мне оторвали колесо только из-за того, что... Ох, ты ж издеваешься, да. Вот видите, я его не могу протаранить, потому что... Ну вот что, вот как мне быть? Вот как мне быть? Ты серьезно, что ли? Оторвал мне колесо, значит, еще издевается надо мной. Вот как мне его... Ну, наконец-таки взорвался. Ну, и как мне его по-другому нужно было убивать, чтобы грохнуть его? Ну, вот серьезно. Это немножечко обидно, что у нас здесь, как бы это сказать, нету какого-то крена, да. То есть нельзя его как-то искусственно сделать. Кстати, пока черная дыра набирается, я вот здесь вот решил пройти этот трамплин. Он, видите, такой довольно-таки интересный. Он такой какой-то со светофорами. Зеленый свет горит. Ну-ка, давайте попробуем. Все-таки у меня... То есть, ну, типа, и что? Окей, я типа выполнил, я типа прыгнул, я типа крутой, я молодец. Но ничего не дали. Я уверен, что это из-за того, что сбоят версии... О-о-о-о-о-о-о. О, сейчас бы застрять. Слава богу, выехал. Пока мы едем к следующему заданию, я бы хотел вам задать вопрос, название, кстати, хулиганы называется, хулиганы, вопрос заключается в том, что, пишите, какую базу бы вы хотели видеть, на колесах, ну, то есть, на каких-то колесах, да, сразу говорю, это не будет ховеры или летающие базы, это нереально сделать, нереально, ребят, нереально, поэтому не нужно фантазировать и придумывать то, что нереально сделать в этой игре, поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу. Ну, нет, можно, конечно, сделать какой-то летающий транспорт, который будет взлетать и, типа, будет еще крафтить, но смысла от него вообще никакого не будет, в общем, ладно, то есть, делать базу стационарную, то есть, которая будет, ну, пушки, алло, которые будут, то есть, смотрите, я стреляю и не могу убить. Что нужно для этих кабин, чтобы они умерли? Ну, простите, но серьезно? Я немножко не понял. Колеса дали, спасибо. Так вот, и, в общем, пишите свои варианты, может быть, кто-то придумает что-то такое интересное. Точнее, не то, что интересно, я хотел бы, наверное, посмотреть, сколько лайков, допустим, сколько комментариев будет за стационарную базу или за базу на колесах. Но, в принципе, я уверен, что в большей степени все, конечно, проголосуют за базу на колесах. Надо будет попробовать сделать, при том, я это представляю... Ооо, наконец-таки, ребят! Боже мой, наконец-таки! Я даже могу, наверное, заменить здесь что-то. К примеру, да, к примеру, вот, ой, шикарно! Давайте, давайте как-нибудь сделаем ремонт, попытаемся, да, то есть, мне сейчас что нужно? Мне нужно вскрыть нутро вот этого всего устройства и... И как-то, как-то поменять ему, как-то ему поменять вот здесь вот, где-то убрать две... Точнее, вот, вот, вот где-то вот тут, вот внизу, да, они даже скрыты, видите? Да, вот они, вот они спрятаны. Два генератора щита, вот. Так, и вот у меня теперь вопрос, если я уберу вот эту штуковину, по-моему, все развалится, да? По-моему, да. По-моему, да. Но тогда мы, знаете, как сделаем? Мы вот сюда сейчас поставим... Вот так вот, оп, оп! А, тут даже вот так вот, и... Оп, все нормально, целое. Теперь мы берем генератор щита вот этот, к хавке, и... Бум! Отлично! Отлично он покрывает, но я бы его сделал выше. Я бы его установил выше, куда-то вот сюда вот. Прям... Прям, наверное, даже вот сюда вот. Прям вот так вот. Да, идеально! Хотя я бы еще чуть-чуть ниже бы его поставил. Вот куда-то сюда, на один блок, потому что колеса я бы хотел, чтобы полностью были все закрыты. Да, наверное, именно так. Поэтому здесь еще убираем. Да, пушки развалились в итоге все-таки. Единственное, что здесь вот можно вот так вот убрать. Не знаю, поставить туда вот регенерацию. Ну ладно, сейчас я кабину доделаю, переднюю часть точнее, и продолжим. Хм, ребят, тут такая странность, что я взял задание от... ГСО, и это пятый уровень задания. Пятый уровень задания, и он на английском. Это что? Это типа меня сейчас будут обучать крафту, или что? Я не помню, честно говоря. По-моему, меня сейчас будут обучать крафту, да? Или нет? Нет, это устройство, которое нужно защитить. Нет, унич... А-а-а, это типа, да, это сейчас мы его уничтожим. На нас нападут охотники, пацанчики. Пацанчики нападут, типа, наваляют мне за своего собрата, наверное. Вот как-то так, наверное. Давай, ты сдохни. Это такой длиннющий, что просто... Найс ворк, типа. Или нет? Или нет? Или... Нет. Сейчас было больно. Что за... Что за странное задание было? Серьезно? О-о-о, ресурсы. То есть... Окей. Блин, круто, на самом деле. Вот то, что дают теперь ресурсы. То есть вы можете именно заработать ресурсы из сундуков. Это на самом деле круто. То есть вы можете, типа, добывать ресурсы, да? Крафтить, создавать какие-то блоки. Выбивать их. Ну или, вот, собственно говоря, тоже таким же образом добывать за задание. То есть добывать силы войны. Как бы так вот получается. Воу-воу-воу, ребят. Это либо старый биом какой-то, который я не находил, либо какой-то новый. То есть я такое, похоже, не видел. Это... Я даже не знаю, как его назвать. Что это такое? Типа какие-то камни, что ли? Какая-то высохшая пустыня? Или это лед? Может быть, это зима? Может, это... Крафтовый бизнес 3? Господи, серьезно? Победитель. Ну, вот этот рамп я даже не буду. Хотя, давайте возьмем. А, вот просто, вот, просто ради прикола возьмем это задание с рампой. И... Так. Вот победитель. И реально, напишите, что это за биом? Да, это, наверное, лед, ребят. Лед, потреск... Потрескивающийся лед. Хотя, не белоснежный, конечно, цвет, но... Тут очень странно. Очень странные такие какие-то прыжки получаются. Так, вот, в принципе, вот это вот мы сейчас можем спокойно уничтожить. Чисто таранами. Ох, 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 подорвало, как его хорошо. Блин, прикольный биомчик. Мне нравится такой, знаете, ну, необычный, что ли. Там, кстати, крафтовый бизнес, да, по-моему, вот там вот. Где-то вот здесь вот. Да, крафтовый бизнес. Давайте я его пройду, вам его показывать не буду. Я и так уже практически в каждом сезоне прохожу эти крафтовые бизнесы. А вам не буду показывать уже. Вас мучить еще. Пройдя крафтовый бизнес, задание у меня появилась такая мысль. Вся фишка в том, что в каком-то там обновлении сделали так, что в ресурсах теперь добывается очень медленно, ну, то есть источники ресурсов. Помните шахты, да? То есть там очень медленно добываются ресурсы теперь, но количество ресурсов увеличили в разы просто. То есть я могу поставить рядом с шахтером, то есть не просто шахту воткнуть, да, и ждать, пока она там добудет ресурсы, привозить на базу или что-то типа такого. Я могу ставить маленькую крафтовую систему, настройку там бесконечного крафта этого ресурса, и он мне будет автоматически падать в инвентарь, и издалека удаленно я его буду получать. Ребята, это же, по-моему, профит. Притом профит очень мощный, то есть мне нужно очень большое количество шахт. Ух ты шьё, ух ты шьё. Но он, он, он уже проиграл заранее, видите, во-первых, вот смотрите, искусственный интеллект. Видите, я сбоку, он в меня не стреляет. То есть у него задача какая? Повернуться, искусственный интеллект, повернуться ко мне передом, и тогда начать шмалять. Это устройство очень мощное, но оно мощное, когда с ним во лобовуху дерёшься. Когда его объезжаешь на имбовых колёсах, которые дают вот такому устройству такую имбовую поворачиваемость, ну, серьёзно, я, я, вот серьёзно, то, ну, как бы понятно, что устройство проиграет. Ну-ка, давайте я, я попытаюсь сейчас его, я его просто куда-то стаскиваю. Блин. Ну-ка. Давай. Давай. А-а-а-а. А-а-а. Понесли его, просто понесли, ребятки. Просто понесли куда-то. Я не знаю, куда, через все просто камни. Просто через всё его просто протаскиваем. Я... Всё, он... Жесть. Просто жесть, ребят. Конечно, ну... Вот эти колёса, которые у меня сейчас, они очень имбовые. Они тупо имбовые тем, что очень мобильные. И вес держат, ну, нереальный. Вы видели, ну, я считал уже, сколько батарей было здесь. Это просто, конечно, что-то с чем-то, что-то с чем-то, серьёзно. Потрясающе сейчас просто подрались. И это устройство, ребят, поверьте, я с ним дрался. У лобовое оно очень серьёзно. Там пушек очень много и довольно-таки хороший урон от неё идёт. А по поводу шахтёра, то есть крафтового шахтёра, это просто реально имба же получается. При том, что можно его как бы сделать ещё, ну, то есть вышки на него поставить, чтобы его защищало, ну, какой-то искусственный интеллект. И чёрт возьми, чё-то я тут подумал, что это полнейший имба. Но есть один нюанс, будут ли эти шахтёры работать на большом расстоянии. То есть, если я уеду далеко, будут ли они там работать? А не будет ли выгружаться чанг или территория, локация, на которой будет стоять автошахтёр и автокрафт? Вот это, скорее всего, дилемма. Скорее всего, так и будет, что он не будет работать. Потому что если судить по крафтовым базам, которые можно сделать, допустим, ну, просто поставить крафтовую базу, да, то есть начать что-то крафтить и уехать, добывать ресурсы, допустим. Вы приедете, она продолжит с того момента, на котором она остановилась, когда вы уехали. И вот здесь вот такой тоже странный момент. Ну, в общем, посмотрим, посмотрим, потестим обязательно. Но я уверен, что кто-то уже, наверное, мне напишет, скорее всего. Но всё равно интересно. Я люблю, даже если вы мне пишете, я люблю сам всё-таки тестить, показывать вам. Потому что один комментарий, я-то его точно замечу, потому что я читаю все комментарии. А вот вы, ну, понятно... О, господи. Ну, вы, конечно же, понятно же, не заметите. Ну, что ж, ребят, вот и... Слишком уже имбовое, я считаю. Это уже слишком лишнее колесо. Ну, посмотрите. Ну, куда? Куда это годится? Вот куда это годится такое колесо? Оно слишком огромное, оно слишком нереальное какое-то. Но, но, есть мысль у меня, есть мысль у меня вот с такими колесами построить самолет. Ну, или какое-то летающее устройство вот с такими колесами. Ну, хотя бы два, четыре этих колеса будет использовано. Если даже, то это будет интересно. Мне кажется, это будет очень интересно. И пишите в комментариях, обязательно пишите в комментариях своё мнение. И, о, вон, какой-то дядька, только он куда-то зачем-то завалился на ту сторону. Малыш, извини, мне не... О, ну, мощный, мощный, серьёзно. Такое большое количество пушек, это... По-моему, у меня сейчас колесо отвалилось, да, опять. Блин. Такое большое количество пушек, это, конечно, имбово. Но, да-да-да, вы серьёзно, что ли? Ты серьёзно начал разворачиваться? Ах, ты ж ёшкин кот. Как же мне... Вот, вот смотрите, как колесо устанавливается, да? То есть, он серьёзно думает, что именно таким образом я хочу колесо установить. Вы... Вы видите, куда он стреляет? Вот этот... Господи, как же эти малыши иногда, ну, серьёзно раздражают. Но, в принципе, так и нужно, да? То есть... Вот, то есть, я бы, наверное, появлял... Такие огромные неповоротливые устройства... Ммм... Как сказать? Респаунил их с двумя-тремя маленькими устройствами. Чтоб маленькие устройства отвлекали мои пушки, а большое устройство успело бы в это время развернуться или ещё что-нибудь типа такого. Вот это было бы имбово. Тактика, тактика здесь нужна. Искусственному интеллекту, если у меня не хватает мозгов, типа, самому, ну, как бы, грамотно драться. Ну, ладно. Оп-оп. Ну, колёса... Вот что с колесом? Оно, типа, тупо просто не... Тупо... Не попадает под щит, что ли? Блин, надо ещё щиты скрафтить и везде установить такие щиты, чтобы покрывало все блоки. Не понимаю я иногда. Ладно, погнали на последнее, наверное, задание сегодня. Блин, мысли и фонтан... Ну, как же... Идей сегодня появилось прям очень, я бы сказал, много. Так, ну, давайте его убьём, конечно, но... По-моему, сейчас защитники должны, ну, типа, его братки должны, да-да-да-да-да. И вот это задание довольно-таки жёсткое может быть. Потому что здесь часто бывает такое, что большие дядьки прилетают. Ну, чё-то первое. Разворачиваюсь. Огонь! Огонь! Ещё можно вот так вот полубоком стоять, да, чтобы получать просто... Наваливать всем, так сказать, из всех стволов. Ну, давайте мы здесь пока что поставим вот так вот. Потому что здесь вот эти балочки, смотрю, очень хорошие блоки, в общем, есть. Ну и что нам даётся? Крыло. О, отлично! Ещё маленький... О-о-о-о! Реактивный двигатель. Это хорошо. Можно даже, кстати, установить уже реактивный двигатель куда-нибудь. Ну, к примеру, вот сюда вот. Или вот сюда вот, к примеру. Вот так вот. Дополнительная скорость нам не помешает. Так, ну там я не буду эти подбирать. Там не очень. Ну, вот на этом я точно уже буду заканчивать. Хотя где-то там платформа, на которой нужно прыгать. Так что пишите свои комментарии, пишите свои варианты, предложения. Я обязательно выслушаю все. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Но перед концом я, наверное, сделаю прыжочек. У меня получится, получится. Хоть и устройство очень тяжёлое, но реактивных двигателей у меня тоже очень-очень немало. И вроде бы вот так вот и должна рампа появляться правильно. Во-первых, она должна появляться по заданию и только, как написано было в обновлении. И расчищаться вся вокруг территории. Посмотрите, там вражина какой появился. То есть вот, как раз-таки ресурс с добычей. Ну-ка. Ой, я даже, понимаете, я даже стартануть не могу. Не хватает мощи, ребят, не хватает. Да, не хватает. Печалька, печалька, но... Ну ладно, что ж поделаешь, не хватает, так не хватает. Чёрт с ним. Всем всего удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok